Добрый день! В этом видео я расскажу как собирается головоломка под названием Binary Star Pyraminx или Gemini Pyraminx. Несмотря на название, с пирамидкой ее связывает только форма, а принцип вращения совершенно другой. Внутреннее строение гораздо больше похоже на классический кубик Рубика, но многие элементы как бы склеены между собой, поэтому вращение их ограничено. Ограничено настолько, что Gemini Pyraminx на самом деле равносильно кубоиду 3х3х1, который также называется floppy cube, причем не продвинутым моделям, а самым простым. Напомню, что кубоид 3х3х1 может вращаться вот так на 180 градусов, а некоторым моделям позволяют еще вот такие вращения. Мы одну грань поворачиваем по 90 градусов и происходит вращение другой. Такое возможно не на всех кубоидах, а только на более современных. Gemini Pyraminx фактически представляет собой именно такой кубоид, у которого нет дополнительных возможностей. Если мы присмотримся, то здесь есть центр и напротив есть еще один центр, вокруг которых и происходит все вращение. Если мы повернем грань под 90 градусов, то другая физически не сможет повернуться из-за того, что эти элементы не позволяют такое вращение. Поэтому можем вращать только на 180. Существует две основных версии этой головоломки. Четырехцветная, как у меня, и еще есть одноцветная, где наклейки по цветам не различаются. Принцип сборки у них одинаковый. На одноцветной версии может быть несколько собранных состояний. К примеру, такая ситуация. Все элементы по форме стоят правильно, но не совпадают только цвета. Поэтому четырехцветная версия будет немножко сложнее. Именно на ней я и покажу принцип сборки. В перемешанном состоянии головоломка теряет свои формы, кажется страшной. Но на деле это простой кубоид 3х3х1 и собирается он точно так же. Сейчас это примерно равносильные ситуации. Возможно только кубоиду нужно немножко повернуть левую грань, так как она не довернута и на пирамидке. Все, что нам нужно сделать на первом этапе, это собрать крест. На кубоиде это достаточно просто. Разворачиваем ребра так, чтобы они совпали по цвету с центральным элементом. Получаем крест. Пока цвета вот этих уголков не важны. Вот крест. Эти элементы мы называем ребрами, эти углами. Ну а центр с одной стороны белый, а с другой желтый. Возможно другая расцветка. На гемини пирамикс для начала нужно центр найти. Ну вот один, а вот другой. Далее посмотреть, что у нас довернуты боковые грани. К примеру, вот здесь вот элемент не довернут. Здесь все хорошо. Что на четырехцветной версии, что на одноцветной, мы просто разворачиваем реберный элемент так, чтобы по форме они совпали. Здесь вариативности нет. Здесь совпало. Разворачиваем противоположный. В любом порядке. Просто повернуть. Уже частично головонка собралась. Есть крест, что с одной стороны, что с другой. На одноцветной версии все то же самое, просто ориентируемся на форму. Далее на кубоиде нужно найти уголок, который стоит на своем месте. Понятно, что вот эти белые вряд ли таковыми являются. Смотрим из желтых. Здесь цвета остальные не совпадают. Здесь цвета совпадают. Вот этот угол стоит на своем месте. Располагаем кубоид вертикально, а правильный уголок слева снизу. После чего делаем комбинацию под названием пиф-паф. На кубоиде она выглядит вот так. Вращаем правую грань на 180 градусов, верхнюю грань на 180 градусов, правую еще раз и верхнюю еще раз. Видим, что уголки не стали на свои места. Значит комбинацию нужно повторить. Вращаем справа, вращаем сверху, еще раз справа, еще раз сверху. Все собрано. Если изначально ни один уголок на своем месте не стоит, это видно по цветам или можно проверить, то мы берем кубоиде в любом положении и делаем точно такой же алгоритм. Вращаем справа, сверху, справа, сверху. Уголок правильно стоящий появляется. Располагаем его слева снизу и продолжаем делать пиф-паф. Справа, сверху, справа, сверху. Либо с первого, либо со второго раза при правильно стоящем уголке кубоиде соберется. Можно просчитывать и делать всегда, если уголок стоит на месте, один пиф-паф. В этом случае нужно просто посмотреть, какой уголок нужен вот здесь. На кубоиде это просто зеленый цвет и оранжевый. Значит уголок должен быть здесь зелено-оранжевый. Ищем такой угол либо тут, либо тут. Этот зелено-красный, этот зелено-оранжевый. В зависимости от того, где мы нашли нужный уголок, справа или сверху, с той грани и начинаем делать пиф-паф. Сейчас уголок сверху. Значит начинаем делать пиф-паф сверху. Вращаем верхнюю грань, вращаем правую, вращаем верхнюю и еще раз правую. И за один алгоритм кубоид собрался. Но уголок должен стоять один на месте. На гемини-пираминкс делаем все то же самое. Важно лишь, что вот эти центральные элементы должны быть перед нами. Здесь трудно выбрать позицию, в которой головоломка вертикально находится, как кубоид. Поэтому ориентируемся исключительно на центр. То есть центр держим перед собой. Ну и сзади будет другой. Находим уголок, который стоит на своем месте. Вот он. На одноцветной версии придется ориентироваться исключительно на форму. Здесь же у нас есть цвета. Располагаем правильный уголок снизу слева. Центр перед нами. Уголок снизу слева. После чего делаем пиф-паф. Разворачиваем правую грань, разворачиваем верхнюю. Еще раз правую. Еще раз верхнюю. Пирамидка не собралась. Пиф-паф повторяем. Справа. Сверху. Справа. Сверху. Все собрано. Рассмотрим случай, когда ни одного уголка на месте не стоит. Видим крест. И четыре уголка по форме не совпадает. Из любого положения, но обращая пирамидку центром к себе, выполняем пиф-паф. Вращаем справа. Вращаем сверху. Вращаем справа. Вращаем сверху. Движение на 180 градусов, поэтому неважно в какую сторону их делать. Видим, что вот один уголок на место встал. Также какой-то уголок по форме тоже совпадает. Здесь и по форме, и по цвету не совпадают. На одноцветной версии вы любой из этих уголков ставите слева снизу. Ну, на цветной, понятно, мы подходящий туда поставим. Слева снизу правильный уголок. После чего также делаем пиф-паф. Можем просчитать. Вот сюда нужен уголок какой? С синим цветом и с красным. Ищем, где такой есть. Синий-красный подходит. Этот желто-синий не подходит. Значит, нужный уголок у нас сверху. Начинаем делать пиф-паф сверху. Потом справа. Опять сверху. И опять справа. Все собралось. На одноцветной версии, возможно, придется делать здесь дважды. Ну, и если вы не просчитываете, то тоже максимум три пиф-пафа для перестановки углов может потребоваться. На самом деле, этот уголок сложнее нормально перемешать, чем собрать. Но я все равно покажу пример сборки для закрепления. Сначала собираем крест. Просто разворачиваем все ребра так, чтобы не совпадали по форме и по цвету с центром. Разворачиваем. Разворачиваем. Ну и четвертое. После чего ищем уголок, который встал на свое место. Эти три нет. Вот этот подходит. Располагаем уголок центром к себе. А правильный уголок слева-снизу. После чего делаем пиф-паф. Либо два, если не хотим просчитывать. Либо один, если мы можем посмотреть, какой уголок нам нужен. Здесь цвета желтый и зеленый. Значит, уголок должен быть желто-зеленый. Сверху желто-синий. Справа желто-зеленый. Значит, начинаем справа. Вращаем. Вращаем сверху. Снова справа. И снова сверху. Форма и цвета все собрались. Совершенно не сложная головоломка, которая в перемешанном виде выглядит пугающе. Подойдет для начинающих, для юных любителей головоломок, ну или для тех, кто головоломкой ранее не занимался. Тренируйтесь, и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok